Всем привет, с вами Спектр. И совсем недавно мне в голову приходила такая идея, почему бы не сделать видео про какие-нибудь броневики или бронированные автомобили в GTA Online. И тут неожиданно я увидел, что меня инвайтнули на Humane Labs с заданием Insurgent или Insurgent. Как-то так он называется, называть его как угодно. Вот и я подумал, раз уж на Куруме я гоняю уже почти, наверное, месяца 8, почему бы не сделать видео по еще одному бронированному автомобилю в GTA Online, который называется Insurgent или Insurgent или Insurgent. Господи, ладно, я его буду называть Insurgent, окей? Вот. И хотел сделать небольшой обзорчик на данный броневик, хотя я его купить и не могу, но в конце видео я, скорее всего, точно посмотрю, сколько он стоит. И как только мы найдем чертова одного человека, я к вам вернусь. И, наконец-то, люди нашлись. Кстати, искались они и правда очень долго. Так, давайте одежду сейчас выберем какую-нибудь, мою любимую. Давайте смокинг. Только какой из? Дайте вот такой вот. И масочку какую-нибудь. Ладно, давайте. А-ля Джейсон Вурхес. О, хорошо. Ну и поедем в Куруме тогда с вами. Заодно как раз целая серия будет посвящена бронированным автомобилям. Давайте. Нажимайте и мы попрем. Как раз. То, что надо. Итак, сейчас мы с вами угоним Insurgent. Надеюсь, мне дадут сесть именно за пулемет в этой серии. Ну, потому что очень хочется. Не хочу ездить. 20 тысяч. Ну, маловато, конечно. Ну, ладно. Так. Поехали тогда до карьера. Кстати. Прямиком из прошлого видеоролика. То есть про гранатомет. Кстати, если вы не видели видео по гранатомету, ссылочка будет в описании. Если я не забуду, то аннотацию прикреплю в этом моменте. Если не забуду. Вот. Поэтому вы можете посмотреть там обзор гранатомета. Если я не забуду, конечно. Извините, если забуду. Вот. Ну, так вот. К чему я все веду. Всего лишь 3,5 тысячи долларов надо было потратить на то, чтобы возместить все боеприпасы на гранатомете. То есть это получается 20 зарядов. 20 зарядов на гранатомете. Это всего лишь 3,5 тысячи баксов. Это на самом деле не так уж и много. Я думал, там под 10 тысяч, наверное, перевалит. Ну, а дело в том, что гранатометы хреново используют против вертолетов. И эти чертовы цивилы едут прямо на меня. Ну, не этот, а предыдущий, который... Вот. Поэтому сейчас мы сначала захватим этот инфсаржент. А потом уже все остальное. Так. Что-то надо было гепарда мне брать. Да, реально, надо было брать гепарда. Ну, ладно, ничего страшного. Во всяком случае, я надеюсь, что не последний приеду. Так. Не, если все-таки дадут за руль сесть... В принципе, я не против. Кстати, я не помню, проходил ли я на канал видео с подготовительным заданием инсаржент. Вот, правда, не помню. Вообще не помню. И, как я и говорил, насчет GTA-ограблений. Нет, они не заброшены, как я и говорил. Дело в том, что... Когда на меня наслали страйки, некие там немцы... Ну, я делал отдельное видео по этой теме. Да, я случайно удалил с жесткого диска видео с побегом из тюрьмы. Финальной частью. Поэтому теперь мне нужно будет перепроходить побег из тюрьмы. И, так скажем, только ради финального задания. Да ты можешь заткнуться, ебаный ты пидорас! Просто, вот, нельзя сказать всю... Нет, не так. Весь текст, вот, просто за один заход. Почему именно? В разные моменты. Так, ладно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я знаю про инсарджент. Вау. Так, ладно. Давайте я достану бронированный пистолет, наверное. Где он там, бронированный пистолет? Бронебойный. Бронебойный. Так, а теперь инсарджент. Так, угоните инсарджент. Давайте сейчас перестреляем этих всех по-быстрому. Эээ. Слушайте, ни хрена себе. Ээээ, он куда перемещается-то? С лобби вообще проблема. Так, там последний остался. Ну что? А, нет. С пулеметом это же другой инсарджент. Не инсарджент. А, нет, смотрите, с пулеметом. Это вот этот вот инсарджент с пулеметом. А этот без, да? Отлично. Ну ладно, тогда ничего страшного. На самом деле, я, кстати, считаю инсарджент одним из... Одним из самых лучших броневиков в игре. И, собственно говоря, почему? Потому что у него есть все необходимое. У него толстенная броня. Во-вторых, он очень тяжелый. То есть, может двигать остальные транспортные средства просто налегке. В-третьих, на некоторых инсарджентах турейль есть. Да и, соответственно, он не такой уж и громоздкий. Я имею в виду то, что он может и скорость набрать. Если постараться. Так, давайте доставим этот инсарджент. Ой-ой-ой. Знаете, а вот ко взрывам у него иммунитета вообще нету. Ну, пусть они сами с ним разбираются тогда. Пусть они с ними сами там воюют. Так, мне надо будет здесь переехать. Вот, и, соответственно, когда я играл вот это подготовительное задание с угоном инсарджента, я помню то, что мне достался инсарджент с турелью. Но основная проблема была в чем? Единственный человек, который свободен для выстрелов полицейских или вот кто там, Мэри Уэзер что ли, не помню. Ну, в общем, вот эти вот наемники. Это парень на турели, потому что... На пулемете. Потому что, черт возьми, защиты никакой нет абсолютно. То есть у вас как бы есть огромное преимущество в том, что у вас есть бесконечный пулемет на бронированном автомобиле. Но проблема в том, что вы не защищены никак. И чтобы выжить, вам придется отстреливаться очень-очень эффективно. Против всех. Иначе вас просто убьют. Вот видите, он пытается пробить мой инсарджент, но у него же ничего не получится, да? И минус водила. Ты один был или... Да, один был. Вот, соответственно, те парни там еще едут. А этого я просто сбрить могу. То есть, как видите, я даже скорость передвижения, по сути, не теряю никакую. Какая была, такая есть. И при том, вроде как, защита от пуль очень даже хороша. Потому что, слава богу, ничего плохого тут не происходит. Давайте его опять столкнем. Да. Ой, как его телепортировало-то. Ну, это из-за хостта, на самом деле. Ну, ладно, пусть там парень с турелью пока развлекается. Ой, да что ж я все время с турелью называю? А вот этого давайте, пожалуй... Ооо, твою мать, а вот и первый минус Инсаджента, мне пробили стекло. Твою мать, боковое, чёрт возьми, стекло. Вот и первая проблема Инсаджента. Чёрт возьми, я единственный сейчас не в броневике нахожусь. Давайте возьмем пулемет Надо стрелиться от этих сукиных сынов Черт возьми, да что ж такое Нет, в этом плане, в принципе, Insurgent довольно неплохой Надо добраться до моего саржента Меня могут сбрить в любой момент О, привет Убили Все, можно залазить спокойно О, подвели меня стекла все-таки на Insurgent Пробили их Злые люди Ну, в принципе, в принципе Если двигаться вместе Вот в этом ограблении То вполне могу сказать, что Такого не случится То есть можно спокойно на сложном пройти То есть без смертей Ну, у меня уж так получилось Во-первых, я отъехал дальше Чем Инсуржент Моих Тиммейтов Ну, к сожалению Я сам же попался на это все дело И мне опять сносят Чертово ХП Я не могу Останавливаться Парни, уничтожайте их Вы моя последняя надежда Ну, как видите Против Ботов Даже бронированные автомобили Не помогают Они все равно тебя прострелят Да, расправьтесь с Мэри Уэзер Да, это все-таки Мэри Уэзер были Надеюсь, меня сейчас не убьют Ой, мне нельзя тормозить Ой, мне нельзя тормозить Они же прострелят Сказал и затормозил Все, готово Найс Давайте его спокойно припаркуем Вот так вот Ну, вот такой вот смотр Такого транспорта Это как Инсарджент Который, к сожалению, купить я не могу Потому что мне Курумы на самом деле хватает Но довольно прикольный такой тяжелый броневичок Давайте получим наши 20 тысяч заслуженные Так, отлично Значит, доставили 20 тысяч получили Я наверняка в бронзе опять Черт, все-таки на золоте я Ладно 20 тысяч Спасибо Спасибо Сколько там опыта? 2,5 тысячи? Ну, так себе На самом деле Сейчас для меня 2,5 тысячи опыта Абсолютно ничего не делают Мне нужно как-то набивать уровень Но пока что никак Если бы онлайн не был таким пустым на самом деле Так, хорошо Сейчас осталось мне только проверить Сколько этот Инсарджент стоит Потому что я на самом деле стоимость его абсолютно не знаю Но, знаете, если все-таки Вот мое мнение по поводу того Какую бронированную машину покупать Лучше, конечно, Куруму Чем Инсарджент Хотя Вот если все-таки он с пулеметом Тогда лучше его, да Тогда, да Лучше отталкиваться от такого Если уж Инсарджент То только с пулеметом То есть Потому что Я не знаю Скорее всего Все Инсардженты с пулеметами Это, наверное, просто в этой миссии Один был без него Потому что на самом деле Глупо продавать бронированный транспорт Такой огромный, как вот Инсарджент И при этом Без пулемета на нем Нет, я катался на Инсардженте Но это было Знаете, когда По-моему, это где-то в октябре Или в сентябре было 2015 года Поэтому Я уже На самом деле даже ничего вспомнить-то не могу Так, сейчас загрузка пройдет Узнаем, сколько он стоит Нет, я покупать Инсарджент точно не буду Это 100% 100% не буду Вот Ну, по крайней мере Можно покататься на нем Именно вот в этом ограблении Я не помню Есть ли там еще какие-то ограбления Где Есть такая вот Хрень И эта загрузка Черт возьми, очень долго идет Ну, необходимо в GTA Какое-нибудь уже глобальное Наконец Обновление Может, типа Лоурайдеров Не знаю Ладно Давайте посмотрим, сколько он стоит Так, путешествие и транспорт А, давай сначала деньги закинем Я, кстати, почти окупил стоимость Гранатомета Своего Так, спасибо 102 тысячи То есть, гранатомет стоил Подождите 30 тысяч, по-моему, да А я вот 20 Ну, почти окупил Так, путешествие и транспорт Наверное, это бронированный Да, которое Warstock Так, лимузин с Турелли Инсарджент Вот, миллион 350 А Инсарджент без Турелли 675 тысяч То есть, ребят, если и покупать То только Вот такой Инсарджент Только с Турелли А это, кстати, вместимость, да? Или что это? Вместимость 9 человек Охереть Он еще и вмещает 9 человек Так Что-то еще есть Боксвиль, Мул Мезо Автозак Дуб 106 на 6 Берекс Рино Крусейдер Дамп Так вот Ну, в общем-то Я доволен Инсарджентом Но миллион 350 Мне что-то тратить не хочется Ладно, ребят Всем спасибо за просмотр С вами был Спектр Надеюсь, что Вы не забыли о моих видеороликах ПГТО онлайн Которые я Буду стараться делать По мере Того, как Мне просто захочется зайти В ГТО онлайн Так что Увидимся с вами уже в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok